фотошоп урок падающая тень всем доброго времени суток сегодняшнем уроке я хочу показать вам как фотошопе можно сделать быстро и красиво тень от какого-то предмета вот пример у меня есть калаш если я сейчас отключу верхние слои вот такой фон я добавила к этому фону вот такую вот собачку песика с букетом и вот его тень в этом уроке мы рассмотрим два способа добавления тени давайте я сейчас вот эти два слоя удалю и начинаем работу предположим что у нас есть какой-то фон мы добавили сюда какой-то предмет в данном случае песик и хотим сделать для него тень чтобы тень повторяла полностью контуры предмета или животного как в данном случае нам нужно его выделить заходим в выделение загрузить выделенную область здесь оставляем все без изменений и нажимаем кнопку ok вот видите наш песик сейчас предположим что солнце у нас будет светить с левого верхнего угла поэтому тень должна падать на дорожку для того чтобы это сделать мы сейчас трансформируем нашу выделенную область для этого заходим выделение трансформировать выделенную область вот этот центр вращения мы переносим вниз зажимаем клавишу control и двигаем вот этот верхний маркер вот так немножечко подвинем чтобы она больше подходила по месту и вот такого вида тень у нас образовалась нажимаем клавишу enter и нам остается только залить эту тень градиентом я выбираю инструмент градиент вот у меня такой цвет цвет вы можете выбрать любой более подходящий для вашего предмета но желательно не черный потому что абсолютно черной тени в природе не бывает но чтобы наши слои не перекрывались нам нужно добавить еще один слой добавляем слой и на этом слое проводим градиент вот так вот наша тень появилась снимаем выделение и перетаскиваем этот слой вниз и теперь вы видите что у нас тень получилась очень четкая давайте попробуем ее немножко размыть итак мы заходим фильтр размытие размытие по гауссу вот у нас тень стала не такой четкой можно чуть уменьшить размытие можно оставить так нажимаем клавишу ok и меняем непрозрачность поставим меньше вот так теперь давайте возьмем инструмент ластик и немножечко уберем лишнее я захожу беру ластик непрозрачность возьмем 50 процентов размер побольше мягкая кисть и вот тут с края немножечко подправим вот так вот у нас получилась вот такая вот тень это первый способ но есть еще один способ который на мой взгляд намного удобнее и проще но для этого вам нужно установить у себя фотошопе фильтр alien skin если я сейчас отключу этот слой с тенью и покажу вам как сделать при помощи фильтра и так мы становимся на слой с нашим песиком заходим фильтр alien skin вот загрузилась здесь выбираем именно тень вот он и вот вы видите наша тень уже совершенно готова здесь мы можем поменять цвет на любой который вам нравится вот я возьму вот этот за вот эти маркеры мы можем тоже подвигать в любую сторону его переместить точно так же поменять здесь прозрачность вот меньше больше размытие тоже меняется вот этим бегуночком размытие перспективы причем вы можете изменить эту тень так вот как вам нравится вот такой ее сделать вот такой и естественно подвинуть туда куда нужно в самом конце нажимаем клавишу ok и вот у нас появилась уже другая тень этот способ конечно намного быстрее и удобнее сам этот фильтр вы можете найти в дополнительных материалах к этому уроку сейчас на экране вы видите ссылочку на этот дополнительный материал или можете найти ссылку под этим видео в описании вот такой несложный урок на этом он заканчивается всего вам доброго до новых встреч а